Квалификация Здравствуй, Тимур Здравствуй, Доггер И давай мы тебе зададим сразу такие, знаешь, горячие вопросы после матча Волновался ли ты перед первым туром? Да нет, что тут волноваться перед первым туром Мы сыграли так, как хотели сыграть Ну, типа, первая команда и попалась не особо сильная Поэтому мы так и не старались даже Ага, значит, на второй вопрос ты тоже уже ответил То есть соперник попался такой, знаешь, средненький, да? Угу Ну, в принципе, выиграли, все сделали так, как хотели И закончили игру без особых усилий Ага, а что тебе запомнилось больше всего в этом матче? Не знаю, конечно, мой ультракилл на ВД Который был сделан Ну и хорошая игра всей команды То есть вы даже не устали? Да нет Ну, обычно у нас тренировки около 3-4 часов идут Вот, поэтому на нас так сильно не повлияло две игры Там, ну, буквально за час это все закончилось Ага, ну тогда вообще вам сегодня повезло, первый тур Давай немножко поговорим про твою биографию Становление личности как киберспортсмена Как ты вообще попал в киберспорт? С чего все началось? Ну, в начале, как всегда, по школе с друзьями ходили, играли в КС-ку Кто-то там лучше играл, кто-то хуже После этого все перешли на доту Я что-то как-то не хотел особо в нее играть Но потом с друзьями сначала играли один на один Потом у меня всегда не получалось Мы играли против ботов, чтобы я мог побеждать Ну, затем уже пошли какие-то небольшие местные миксы, ланы, которые проходили Ну, они были такие закрыты, там команд 8 Участвовали, постоянно проигрывали И после этого мне как-то хотелось играть лучше Ну, стал смотреть какие-то записи матчей Тогда еще в то время в Dota 1 было какое-то ТВ Через доту можно было смотреть Ну вот, после выхода второй доты Мне пришел инвайт где-то после трех месяцев Когда еще онлайн было 3000 человек Ну, играл с жуткими лагами Как-то графика была странная Ну, в принципе, было играть так сносно И потом уже ближе к 2014 году Уже как-то хотел посмотреть То, что более профессионально играть Стал увлекаться более профессиональными играми Собирал себе команды Некоторые были успешные, некоторые не очень Доходили до про-серии Ну и вот буквально в последний год Нашел команду себе Аниме Юнити Ага, вот знаешь, вот сразу такой перетекающий вопрос Отлично рассказал свою биографию Знаешь, вот просто от начала до конца Вот прям до данного момента А как давно вообще у вас команда Вот эта Аниме Оник И каких успехов уже она добилась? Ну, сама команда уже играет И существует с прошлого года Я же в ней играю только с начала этого Как раз после Нового года Ну, меня пригласил капитан команды Оскар Он нашел меня, не знаю, в паблике сказал Ну, созвонились, пообщались В принципе, все меня устроило Принял его предложение А сколько времени вы тренируетесь в день? Еще раз расскажи, вот подробнее Я и сказал 3-4 часа В основном ищем себе соперников в скримах Находим их, играем где-то в Best of 3 Ну, 2-3 игры, как получается И, в принципе, после этого идет разбор игр И все уходят в оффлейн Ага, а собираетесь ли вы не во время тренировок? То есть, там, просто покатать пабы Или вообще в реале где-нибудь? Ну, в пабчике бывает, да А в реале пока такой возможности нет Из-за того, что в разных городах живем Ну, в будущем, надеюсь, будет это Ага, ну ладно, давай тогда перейдем К вашей организации Все-таки у вас есть спонсор в Сэме Полупрофессиональная команда Напоминаю, эту команду спонсирует Организация Anima Unity Ну, и давай парочку вопросов чисто Как вы получили спонсорство от этой организации? Ну, так же, как я и сказал Они уже до этого существовали Не знаю Они, как бы, набирают аматорские команды Ну, аматорские Сэме, про, неважно У которых есть какой-то потенциал У которых есть желание развиваться Вот Ну, и под свое крыло они берут эти команды И далее они смотрят уже на результаты Которые они показывают И заключают с ними либо контракт Либо разрывают просто связь Ага, я вот слышал про вот это суровое соперничество У Anima Unity же несколько составов Есть ли вообще такое вот у вас Между своими составами? Да, соперничество есть И оно даже как раз поддерживает Сама организация Они проводят постоянно На регулярной основе турниры Денежные Именно закрытые для участников Команды Anima Unity И сильнейшая команда получается Как призовой фонд Так и более лучшие контракты Ну, в общем Все блага компании Ага, а вот у вас на данный момент У вашей команды Onyx До какого продлен контракт? Ну, пока я такого не могу разглашать Но контракты есть И пока мы играем Как-то что-то менять не хотелось бы Ну, вообще нравятся условия, да? Да Отлично Давайте теперь вот Именно про тебя Вот учишься или работаешь? На данный момент Учусь, заканчиваю четвертый курс Это последний С работой пока нет Но хочу сделать Своим профессиональным делом Доту Ага, а вот не тяжело ли Совмещать учебу с работой? Ой, с игрой, с игрой Да, нет В принципе, совсем не тяжело Но на учебу как-то Мало времени уделяю Там до обеда максимум И все А после этого уже весь день свободный Ну, универ это такое Ага, а чем увлекаешься Помимо игры? Ну, хожу в тренажерный зал Участвую в соревнованиях По футболу в любительских Ну, иногда почитываю книги И так Люблю, в общем, активно отдыхать Ага, а вот Давай поговорим Про твое амплуа Почему ты выбрал роль саппорта? Чем она тебе так понравилась? Не знаю, с самого начала Еще как с первой доты Я, наверное, на них играл Пробовал себя на кор-позициях Но как-то на них сильно не закрепился Ну, я не знаю, саппорты Наверное, как и в жизни Люблю помогать людям Что-то делать Благое на благо общества Так сказать Ну, также и в команде саппорта Он должен поддерживать своих игроков И только после этого У тебя будет выигранная игра То есть Привносить свою частицу В общее дело Такое Ага Ну и давай вот еще такой Знаешь, каверзный вопрос А сколько у тебя ММР? Вот саппорт Полупрофессиональной команды Сколько ММР? На данном аккаунте У меня 5600 ММР Я поднимаю исключительно на саппортах Были аккаунты до этого Еще другие Ну, тяжело, да? Поднимать на саппортах Ну, тяжелее, чем на кор-ролях Это определенно Я уже заметил Ну, как раз приходится Сплочать команду Пытаться что-то сказать Это помогает морально Потом В других матчах В Компетителе Ага Ну и давай вот Напоследок Пару-тройку Предикшенов Какие цели на этот сезон У вас У команды поставлены? Ну, как минимум Это Занять первое место всеми Про Выйти в ПРО-серию Ну и Возможность, конечно Это сыграть в Стар-серии И поучаствовать на квалах На интернешнале И там посмотреть Что получится Значит, вот такие Амбициозные ребята Собрались Ну, конечно Если ставить цели То ставить уже большие Ну, это понятно Все абсолютно верно Может быть Ты хочешь передать привет? Передаю привет всем Кто меня знает И, конечно Моей команде Анимонок Я желаю удачи тебе Во всех твоих начинаниях Все Спасибо, удачи На этом наше интервью Подошло к концу Не забывайте подписываться На наши социальные сети Всем еще раз Огромное спасибо И всем удачи И до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok